За 50 тысяч тенге Аким сельского округа Тегисшил обещал решить вопрос с выделением земельного участка, но сделка не состоялась, вмешались финансовые и полицейские. Ситуация действительно тревожная. Новоиспеченный Аким, не успев проработать и двух месяцев, оказался за решеткой. 26 сентября текущего года в отношении возбужденного уголовного дела по факту получения взятки, а в отношении посредника, который способствовал получению джипсупом данных денежных средств, возбужденного уголовного дела по факту посредничества во взяточности. В настоящее время посредник находится под подпиской о невыезде, а обвиняемый в санкции суда арестован. Погоревшего на взятке Акима выбирали депутаты местного маслехата. Получается, что народные избранники проводили отбор не тщательно. Кто-то не доглядел, кто-то не проверил кандидатуру. Но факт остается фактом. Некоторые за счет кресла Акима пытаются обогатиться, превращая должность не в служению народу, а в свою личную кормушку. В правильности избрания Акимов местными маслехатами сомневаются и жители Арыского района. Одного из новоизбранного Акима сельчане посчитали некомпетентным. Когда фермеры жаловались на болезнь скота, чиновник не смог им помочь. И больше всего был занят кадровыми перестановками. В качестве Акима к нам прислали пенсионера. А зачем нам такой, если у него пенсия есть? Сидел бы дома. Пусть другие помоложе, энергичные работают. К нам пришел новый Аким, которого мы не знаем. И кто его выбрал, тоже непонятно. У нас в поселке есть свои авторитетные и грамотные люди. Зоотехники, агрономы, которые хорошо разбираются в сельском хозяйстве. Поэтому мы считаем, что надо было выбирать из местных жителей. В областной избирательной комиссии в курсе всех событий. Жалобы действительно есть и продолжают поступать от сельчан. Председатель избиркома констатирует, что ошибки при выборе кандидатов на должность Акимов сельских округов допустили некоторые Акимы районов и Маслихаты. Сейчас много ходит разговоров о том, что новоизбранные Акимы не хотят работать. В Сузаке и Туркестане некоторые избранные Акимы вроде хотят сложить полномочия. Но по закону и установленному порядку они должны уведомить нас о своем уходе за два месяца вперед. Пока что таких заявлений к нам не поступало. Между тем, практика выборов сельских Акимов у нас уже применяется не впервые. Еще в 2006 году экспериментальные выборы были проведены в Махтеральском, Сузацком, Тулькубасском районах. Тогда четыре избранных Акима сложили свои полномочия до истечения четырех лет.